80 лет исполнилось нашей родине, Краснодарскому краю. Его история богата примерами беззаветного служения Отечеству на поле брани и в мирной жизни. Есть, конечно же, свои герои, люди с большой буквой и в Славянском районе. Знать и помнить их славные имена – наш долг. Эту цель преследовала краевая праздниково-просветительская акция «Имя Кубани», номинантов которой представила и наше муниципальное образование. Акция «Имя Кубани» приурочена к 80-летию Краснодарского края и 225-летию высадки казаков на Кубанскую землю. По замыслу организаторов, в число номинантов должны были войти как ныне живущие наши соотечественники, так и те, кого уже нет с нами. Для того, чтобы отдать дань уважения ушедшим землякам, которые оставили значительный вклад в развитие района, в городской картинной галереи прошло торжественное мероприятие. В числе приглашенных – родные и близкие победители акции «Имя Кубани», которых уже нет с нами. В первую очередь им были обращены слова благодарности за вклад их без преувеличения великих родственников и друзей. В номинации «Духовное имя Кубани» прозвучало имя настоятеля Свято-Успенского храма Протеерея Никиты Гаврильчика. Более 40 лет он развивал православие в городе и районе. В этой же номинации имена народного художника России Николая Павловича Лоя и поэтессы Татьяны Дмитриевны Голуб. И на трудовом фронте есть у нас настоящие звезды. Александр Анатольевич Кладь и Мария Ефимовна Баранова добились выдающихся результатов в развитии сельского хозяйства. За успехи в развитии народного образования свидетельство лауреата Маргариты Кузьминичной Елфимовой вручили ее дочери. В номинации «Боевое имя Кубани» те, кто отставил честь и независимость нашей Родины. Имя Героя России Сергея Геннадьевича Таранца известно многим. Свидетельство лауреата имени Кубани Таранца вручили его матери Ольге Хацкевич. В числе лауреатов в номинации «Молодое имя Кубани» лейтенант Павел Петрович Ступин, проявивший мужество и героизм в Дагестане. Он шагнул молодым в вечность для того, чтобы жили его будущие поколения. Он показал своим примером, как он любил Родину, как ему хотелось, я уверен, жить, тоже иметь семью. Но те ценности, за которые он воевал, потребовалось отдать свою жизнь. Низкий вам поклон. Петр Ступин, отец героя, благодарен за то, что имя его сына не забывается. Мы довольны все, как говорится, и родственники, и родители, потому что память есть память. Мы ее чтим и никогда не забудем его. Он в наших сердцах. Много самых теплых слов прозвучало в адрес победителей в номинации «Благотворительное имя Кубани». Руководители крупных предприятий, они внесли большой вклад в развитие спорта, помогали студентам, ветеранам войны и труда, всем социально незащищенным. Имена Виктора Васильевича Ефремова, Владимира Викторовича Симоненко и Владимира Терентьевича Слюсаренко люди до сих пор вспоминают с благодарностью. Нам есть чем и кем гордиться. Работа по увековечиванию памяти наших выдающихся земляков будет продолжена. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова